Паводок принес дополнительное разрушение уже и так немолодому жилищному фонду нашего города. Восстановление имущества многоквартирных домов – вопрос злободневный. Особого внимания требует ремонт септиков и выгребных ям. Руководители управляющих организаций видят три способа проведения ремонта. Первый способ – это привлечь собственные средства, плюс те средства, которые государство выделяет, часть средств, и на эти деньги сделать ремонт своими силами. Это первый способ. Второй способ – использовать все то же самое, собственные средства и выделенные средства, но при этом пригласить подрядную организацию, которая выполнит работы по договору подряда, которая составит сметы КС-2, КС-3, и после выполнения данного вида работ просить платежные каникулы у фонда капитального ремонта. И третий способ – выгребные ямы и фундаменты отремонтировать за счет средств фонда капремонта, но, к сожалению, все эти виды работ уйдут только в следующий год, потому что в этом году все заявки фонда капремонта уже сформированы. Все понимают, что ремонты проводить нужно уже сегодня. Надеяться на фонд капитального ремонта пока тоже сложно, ведь сейчас графы по ремонту выгребных ям там нет. В зиму заходить настолько пострадавшими и выгребными ямами нельзя, поэтому один из вариантов – временное увеличение тарифов на содержание и ремонт жилья. По такому принципу уже пошли некоторые многоквартирные дома. Я, конечно, считаю, что обязательно жителям нужно пользоваться механизмом увеличения тарифов на содержание и ремонт жилья, даже больше на ремонт жилья. И все люди малообеспеченные должны в этом случае восполнить свои утраты по содержанию жилья именно механизмом субсидий. То есть все, что будет заплачено выше 22%, людям будет возвращаться в виде возврата субсидий. Теперь жителям предстоит провести собрание, составить протокол с просьбой внесения дома в списки на капремонт по восстановлению выгребных ям. Затем передать эти документы в районную комиссию по капремонту. Их отправить в департамент ЖКХ уже на областном уровне будет принято то или иное решение. Надо подключаться и управляющим компаниям по этим домам, которые попали в зону подтопления. И, соответственно, помогать жителям в этом направлении оформления документов и уже предоставлять в районную администрацию, потому что мы уже будем подключаться к этому вопросу и, вот вы говорите, о политическом вопросе. Политический вопрос должен опираться на определенные количества документов. Во многих домах уже ведутся работы по восстановлению септиков и выгребных ям. Остальным жителям многоквартирных домов также нужно проявить активность в решении этого вопроса. Евгения Шемякина, Антон Карев, Новости провинции.